Ислам и проблема глобализации Литва, а также Испания, Словения, Германия и Индия. По традиции мероприятие международного уровня началось с чтения аятов священного Корана и приветствия муфтия шейха Равили Гайнудина. Уважаемые мои коллеги, дорогие братья муфтии, уважаемые представители традиционных религий Российской Федерации, традиционных религий, мировых религий мира. Дорогие ученые, общественные деятели, политические деятели, сердечно рад приветствовать вас пожеланиями мира, милости Всевышнего и Его благословения. В век глобализационных процессов мировое сообщество сталкивается с проблемами, которые так или иначе воздействуют на социализацию личности во всех его проявлениях, в частности в реализации духовной составляющей человека. Противостоять натиску глобализационных процессов необходимо воедино с совместными усилиями лидеров мусульманских сообществ. Мы живем в очень сложное время, когда человечество волнует проблемой глобализации, проблемой политические, экономические, социальные, проблемой межцивилизационного диалога, и все мы осознаем, что мир наш очень хрупок. И всем нам, и политикам, и бизнесменам, и общественным деятелям, людям науки, искусства, спорта, и, конечно же, религиозным лидерам необходимо всеми силами способствовать сохранению мира между людьми, между обществами, между цивилизациями и между народами, странами. Наш очередной международный мусульманский форум направлен для того, чтобы мы, лидеры мусульман Европы, Азии, других стран, собравшись вместе, подумали, обсуждали те актуальные вопросы современности. Муфти-Шейх Равиль Гайнудин призвал продолжать и укреплять традиции богословского и интеллектуального взаимообмена, обогащения внутри умы, тем самым укрепляя научный потенциал мирового мусульманского сообщества. Мир глобализируется, стираются границы между странами, между государствами, между континентами. Мы сегодня не живем только в своем сообществе. Мы живем в многонациональных, многорелигиозных обществах. И, безусловно, нам необходим диалог цивилизаций, сотрудничества культур, религий. И из этого состоит и братство народов, и мир, стабильность в наших обществах. Поэтому мы в мусульманском мире осознаем, мы сами не живем отдельно от других религий, других традиций. Мы живем в глобальном мире. И в этом глобальном мире мусульманское сообщество должно найти свое достойное место. На форуме также присутствовали муфтии стран СНГ. По их словам, одним из самых эффективных решений в противостоянии натиска глобализационным процессам или даже обеспечению баланса в периферии между сохранением этнической и культурной идентичности и стиранием границ является возрождение исламских наук. В этот раз мы принимаем участие в форуме, мусульманский международный форум, который проводится уже в центре Европы, в городе Париж. В Казахстане, всем известно, после обретения независимости насчитывается около трех тысяч мечетей и десятка медресе и университетов. По истории нам известно, что возрождение ислама и исламской науки в свое время с 8 века весь Мавырен-Нагр, в том числе и казахская степь, были многочисленные улемы. Обеспечено в Кыргызстане свободу вероисповедания. В этом наше население, основное 90% мусульман, из 100% 90% мусульман. Мусульмане начали научиться свою религию и начали строиться медресе. А сейчас у нас на данный момент, где-то уже 27 лет, у нас один университет, 10 институтов и около 100 медресе. Главным посылом проведения Международного мусульманского форума является сближение и сплоченность мусульманской умы и тесное сотрудничество между лидерами мусульманских сообществ. Вот одна из целей нашего форума это постоянная площадка, чтобы представители разных народов, культур, традиций, взглядов. И даже если они не верующие, и они не монотеисты, и не разделяют, возможно, все наши точки зрения находили то, чтобы их сближало. Так как все мы больно адом, все мы дети ада, и мы обязаны жить и созидать и оставить после нас этот прекрасный мир нашим потомкам. В рамках форума прошли три панельные секции. Первая была посвящена теме многообразие умы в единстве и солидарности. Во второй секции говорили о гармонии и согласии в поликультурных обществах, поисках правовых и нравственных решениях. Обсуждения третьей секции были посвящены такой теме, как будущее ислама между короническим гуманизмом и радикализмом. Есть одна очень большая проблема, с которой сталкиваются не только мусульмане, но и другие, и верования, и цивилизации, и другой культурной традиции. Потому что вот такое размывание ценностей, они во всех культурах одинаковы. И вот сейчас происходит некое размывание таких традиционных идеалов, традиционных ценностей, которые подменяются какими-то, в общем, чужими. И для того, чтобы этого не произошло, нужно лучше учить свою историю, понимать свою традицию твоего науки. Я считаю, что это великолепно организованное мероприятие. Оно привело, во-первых, к очень плодотворному общению. Очень бывает сложно встретить таких же людей. Ну, в нашей обычной жизни каждый преподает где-то, связан с определенными учреждениями, университетами. Здесь очень много людей, которые действительно несут тот свет и знаний, и духовности, которая на самом деле нужна. Но она, понимаете, не на каждом шабу это увидит. То есть, понимаете, само по себе вот это собрание людей, оно по себе очень целое. Меня зовут Атик Али. Я являюсь председателем татарской мусульманской общины Финляндии. Несколько лет назад я был на подобном форуме в Москве. Три года назад. Год назад такой форум проводился в Лондоне. И сегодня в Париже. Я считаю, что те вопросы, перед которыми мы стоим сегодня, и которые обсуждаем здесь сегодня, они нам дают понять, что мы едины. Все мусульмане мира. Вместе мы сильны. А это единственный путь защитить наши права. Сегодня я понял то, что есть нечто, чего мы не можем почерпнуть из интернет-сайтов. Нужно встречаться. Нужно общаться. Нужно протягивать друг другу руку помощи. Стоит также отметить, что в рамках форума состоялась встреча Муфтия Шехара Велигайнудина с духовными лидерами стран Узбекистана, Киргызстана и Казахстана. Говорили о расширении контактов и связей духовных управлений этих стран. В частности, были достигнуты договоренности о проведении крупных совместных мероприятий культурно-просветительского и научного характера. А в завершении форума гостей ждал совместный ужин. Каждый день мы совершаем одни и те же действия. Мы все молимся пять раз в сутки в одном и том же направлении. Раз в год мы все вместе постимся. Мы – это мусульмане всего мира. В единении и в глубоком согласии друг с другом и со всем миром. Сила и красота ислама. Именно этой идее был посвящен 14-й международный мусульманский форум, который прошел в Париже. Проводя такого рода мероприятия Духовное управление мусульман Российской Федерации демонстрирует свою дружественность и открытость в общении и сотрудничестве с мусульманскими религиозными организациями со всего мира. Ариф Тухаев, Медина ТВ, Париж.